Друзья, ну вот и наконец-то завершение 2019 года. И вот уже мы слышим этот запах мандаринов, запах ёлки. Вот он, Новый год уже совсем скоро, уже послезавтра. Друзья, завершаем 2019 год большим интервью с одним из главных героев нашей команды. Человек, который действительно много нам помог в этом сезоне, много нас спасал, много раз выручал. Молодой наш перспективный вратарь, воспитанник Минского Динамо. Максим Плотников. Всем привет. Макс, как сам? Нормально, отдыхаю после сезона, спокойно. Сейчас много забот появился у меня маленький, в спокойном режиме. Как бы вот с женой слетали на отдых на три дня, спокойно прогулялись по Италии, по Милану. Так, спокойно. Сопланируем сейчас на Новый год на родину, в Пинск съездить на недельку. Короче, как-то так. Едва сезон закончился, ты вместе с семьей отправился на маленький отдых в санатории Веста, что под Дзержинском. Довольно необычный вариант для отпуска, тем более для молодого футболиста. Почему ты решил выбрать именно Весту? Ну, слушай, почему нет, как бы это лучше, чем дома, как бы там процедуры сделал, как бы и свежий воздух, там очень красивая природа. И ребенок там спал просто, я не знаю, он никогда еще за эти четыре месяца так не спал. И восстановление, как бы очень понравилось, и жене понравилось, и мне понравилось. Как бы решили так, как бы отдохнуть. Слушай, ну 21 год ты уже думаешь о том, что нужно после завершения сезона ехать не в Египет на море или куда-нибудь там в Доминикану, а ехать в санаторий, подлечиваться, восстанавливаться. Молодец, профессионал. Да нет, ну это как бы так, как это сказать, совпало просто. Мы хотели слетать, отдохнуть, но все-таки ребенок, эти перелеты, а моя жена кормит его, и как бы оставлять его, ну, как бы без питания на неделю, 10 дней, там, это очень тяжело будет ему. Ну, и решили так, как бы, уже купили билеты в Милан, и решили вот на недельку перед Миланом съездить, отдохнуть, и как бы супер получилось так. Как Милан? Ну, как Милан, ну, красивый город, как бы, ну, по моему мнению, это город, блин, не до жизни, не знаю. Мы прилетели, первое такое мнение, там, ну, очень много бездомных, все на улицах спят, очень шумно, мы даже, ну, апартаменты снимали в центре города, но там так шумно было, очень. Ну, как бы, я лично, ну, не жил бы в Милане. Ну, как бы, для туриста это супер было, мы ездили на Дуома ходили, там, ну, очень красиво, там, просто не описать словами, там, на Сансиру ходили, ну, блин, классно, честно. Ну, как бы, для туриста это красивый город, там, максимум 2-3 дня провести, но я бы там не жил. Ну, лично, не знаю, это мое первое мнение такое о Милане. Ну, то есть, пока шумный город, это не для тебя большой шумный город. Минск, окей, а все остальное пока вот то, что побольше, не хотелось бы. Честно, вот, где я не был, Минск, это самый лучший город. Вот, раньше я думал, что, как бы, Беларусь, это так, это, хочется заграниц, а так побыл, ну, поездил за границей, я понял, что Минск, это один, ну, это лучший город, в котором я был, как бы, он чистый, и он, ну, все для жизни, как бы, в этом городе. Слова настоящего патриота, молодец. Скажи честно, конец года, сильно устал? Да, да не сильно я устал, я бы играл и играл. Честно, я даже, вот, мы с женой даже разговаривали, что как-то в сезоне даже лучше, чем в отпуске. Конечно, отдыхать, но если бы я куда-то полетел, там, отдохнуть на море, там, это, ну, да, там, как-то чувство своего отдыха. Так, мы ходим на прогулку, ребенок спит, там, это, как бы, такого, что прямо вот мы отдыхаем, от сезона, это, я бы лучше, ну, на тренировку лишнюю сходил бы, потренировался, чем так дома сидеть, как бы. То есть, действительно, вот, две недели футболистов хватает, чтобы соскучиться по любимому делу? Ну, да, достаточно. Макс, если ты не против, мы вернемся в твое детство. Итак, сердце Полесье, 98-й год, твой год рождения, нулевые годы. Как проходило детство Максима Плотникова? Да, я как обычный пацан, да, по улицам моделял, все перепробовал, везде походил. Все перепробовал, а то что? Ну, виды спорта, там, везде как-то... Уточняй, потому что могут понять не так. Ну, блин, ну, все переходил, я не знаю, там, берем, там, ходил на баскетбол, волейбол, футбол, вот, ну, потом, там, гребля, потом всякие кружки такие, там, вырезание по дереву, рисование. Ты даже по дереву вырезал? Да, да, так я до сих пор, сейчас могу вырезать что-нибудь, я достаточно долго ходил, и все перепробовал, как бы, ну, все равно, как бы, потянуло на футбол, вот, не знаю, что-то такое, вот, потянуло, короче. Слушай, ну, может быть, на самом деле, то, что ты увлекался и баскетболом, и волейболом, и даже резьбой по дереву, сыграло свою важную роль в том, что ты стал хорошим вратарем, потому что... Деревянным? Ну, пока еще, слава богу, нет, фу-фу-фу-фу. Но, тем не менее, руками, значит, ты умеешь хорошо владеть. Ну, не знаю, может и так, а может... А может и нет. А может и нет. Каким ребенком ты был в детстве? Послушным, спокойным, либо нет? Ну, как бы, в семье я был послушным, ну, старался, там, такой тихоньим быть, а, ну, а, как бы, вот, что касается школы, улицы, я был очень активным, как бы, в этом плане всегда старался, ну, так, повеселить ребят, одноклассников, там, такой вот был. Чем старался повеселить? Да, шутки шутил все время, на уроках, бывало, там, проскакивало, что-то пошучу, очень много замечаний было, как бы, ну, я такой человек, я люблю, что-то... Когда люди улыбаются, я люблю пошутить, я люблю это, ну, чтобы люди улыбались, как бы... То есть в школе немножко безобразничал? Да, да, да. Родители вызывали в школу? Да, было, там, папа с мамой вызывали, там, как это, спецсовет или что, там... То есть даже такое было? Ну, да, у меня очень много замечаний было, так получилось, там, получается, я что, у нас заменяла, как это, ну, за воспитание отвечает социальный педагог, заменяла, там, какую-то учительницу, а я что-то ОБЖ был у нас, и я что-то там пошутил опять, и она такая, Плотников, давай, типа, там, заканчивай. И она такая, раз, смотрит, я тебе замечания ставлю, смотрит, моя фамилия там много очень, она говорит, слушай, мы тут всех вызываем, а тут такой вот есть, и меня вызвали, и, блин, и так стыдно было, я, честно, я, там, и заплакал уже, там, и всё, там... Блин, ну, стыдновато было, ну, потом исправился, всё-таки паузу сделал небольшую, потому что очень стыдно было, не хотел, чтобы повторилось. Расскажи о своей семье. Да, обычная семья, папа у меня инженер электрика, мама воспитатель, ну, обычная семья, добрые люди. Или меня не получал в детстве за плохое поведение? Нет, меня родители никогда не били, вообще никогда, всегда даже я плохо себя вёл, всегда хорошо ко мне относились, не знаю, ничего плохого сказать не могу. Ну, а кем в детстве хотел стать? Пожарным хотел стать. Пожарным? Да, да, ну, не знаю, как-то мне вот хотелось, там, я помню, в седьмом классе я учился ещё, и вот я с мамой разговаривал, что сейчас буду учиться, там, и это кадетское училище, хотел пойти в Гомеле, оно вроде, или где, я ещё сейчас помню. И вот я всё хотел, 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 и вот в девятом классе я, ну, уже уехал в Минск. То есть, несмотря на то, что ты занимался спортом, у тебя всё равно было ещё желание даже в восьмом, седьмом классе, в девятом быть пожарным? Ну, знаешь, спортом как, я занимался, ну, сам понимаешь, в Пинске, ну, тяжело, я всё равно надо думать о будущем, как бы, если бы не получилось с футболом, я бы, ну, там, надо было профессию выбирать, потому что я, ну, не сто процентов был бы футболистом, потому что не было такого, что вот всё, я такой подающей надежды, я буду футболистом, там, всё, у меня таких мыслей не было, я просто тренировался, там, нравилось тренироваться. Там, занимался всем, и всё, и, как бы, ну, думал о будущем, то, что, кем я буду работать. То есть, можно сказать, что ты в воздухе не летал? Нет, ну... Был приземлённый, понимал, что надо что-то иметь про запах. Пинск такой город довольно специфический, и молодёжные нравы местами весьма были суровы в этом городе, насколько я знаю, по общению с ребятами из Пинска. Приключения часто у тебя случались в этом городе по молодости твоей, бурной? Да, приключения, ну, были такие мелкие, как и у всех, мне кажется, и в Мининске, и у всех, ну, в городах. Частенько дрался в школе, бывало такое? Дрался, не знаю, я такой, не люблю драться, честно, но я дрался за всю жизнь, наверное, раза три, может. Ну, за всю жизнь. Не конфликты, парень. А в конфликтах, да нет, я такой дружелюбный, я со всеми стараюсь дружить. Ну, такого, что прям вот, ну, за девочку подрался, там, мальчик ударил девочку, а я, ну, за неё вступился, там, мы, там, после школы вышли. За свою редливость. Да, да, да. Потом, ну, так, от таких, там, в школе, вот я говорю, два раза дрался, и во дворах один, и всё. В каком возрасте примерно ты понял то, что футбол это действительно то, чем бы ты хотел заниматься на протяжении своей жизни? Ну, вот как перешёл, не сказать, динамо, так я понял, что это может быть, ну, как бы, смысл моей жизни, как бы, потому что я приехал, я увидел уровень, как бы, уровень тренировок, там, того же проживания, для меня это было просто вау, блин, честно. И, как бы, там я понял, что, ну, я хочу, как бы, связать жизнь свою с футболом. Сергей Поздняк, первый тренер в твоей карьере. Насколько я знаю, ты всегда, когда стараешься, когда ты приезжаешь в Пинск, ты стараешься с ним увидеться. Ты такой парень, который, ну, всегда старался проявлять благодарность тем, кто тебя воспитывал на твоем жизненном пути. Ну, да, Сергей Селёстрович, я с ним, ну, сейчас хорошо общаюсь, мы там созваниваемся с ним, и стараюсь не забывать, как бы, потому что это тренер, ну, тренировал, я один из таких, как бы, кто дал мне дорогу в футбол, и, ну, стараюсь, как бы, так общаться, мы общаемся, там, видимся. Он мне, там, я ему позвоню, я, бывает, в отпуске в Пинск приезжаю, там, у нас, ну, еще же академия футбольная, там, он мне, там, ну, скажет, когда время свободное, там, в манеже пойду позанимаюсь, как бы, ну, он мне скажет, когда никого нет, он, знаешь, для меня, там, целый манеж, там, и, там, выбиваю потренировать, там, это, то, сё, передачки, там, ну, как бы, вот мы там с парнем, тоже с Пинска вратаем ходим, там, занимаемся, ну, как бы, очень хороший человек Сергей Селивестрович. Слушай, ну, вот, очень интересный вопрос. Ты в детстве играл и в поле, и на воротах, долго не мог определиться, кем ты хочешь стать по жизни. Насколько тяжело тебе было, вот, в голове, вот, в твоем сознании понять, вообще, чего ты хочешь? Играть нападающим, либо быть вратарем. Как это проходило? Слушай, у меня, вот, бывают такие вопросы, говорят, что я, там, был нападающим, а потом стал, я всегда был вратарем, всегда. Бывало, просто, вот, у меня тренер, там, на второй тайм выпускал нападение, я, ну, попросился, говорю, можно не в нападение, там, он мне выпускал, бывало это, но я никогда не было такого, что моя позиция нападающей, например, это. И, вот, я помню, мой, мы, там был, у меня друг, ну, Кирилл Суворов, и, получается, мы с ним, он, мы были два вратаря. И тренер говорит, вот, Кирилл, будешь нападающим, Макс будет хорошо работать и будет, ну, в воротах играть. А Кирилл был, ну, первым вратарем, получается, и он ушел в нападение, а я, получается, ну, стал, ну, основным вратарем, ну, в своем году. И вот мы вот так вот разошлись, получается, он ушел это, а так мы менялись, получается, так и так. Вот, и вот так вот, ну, и, как бы, я выходил просто, там, были и области, и это, и меня просто во втором тайме выпускали в нападение, и все. Ну, тем не менее, у тебя неплохо получалось. Много слышал истории про твои штрафные, которые ты забивал. Какие штрафные я забивал? Ну, вот Михаил Михайлович Мустыгин рассказывал то, что на турнире, который был для тебя судьбоносным, запомнился один штрафный. Не забил, я просто, ну, побежал бить, вот мы со звездой Багу играли, и побежал бить, ну, я пробил с плюхи, но не попал, блин. Ну, думал, что залетает, уже думал радоваться, а мы вот 1-0 проигрывали, и не забил. И, ну, вот я, ну, ходил бить штрафные, но не забил на том турнире. На том турнире я забил, по-моему, три мяча, вышел, ну, во втором тайме нападение, там, с Драгичиным мы играли, там, 9-1 выиграли, я вышел, три забил, ну, во втором тайме. Вот, а штрафные я вроде бы, как бы, не забивал, ну, за школу забивал, так, ну, это так. То есть твоя хорошая игра ногами, это вот все оттуда с детства, когда ты выходил в поле и был полевым? Ну, не сказал бы, но, знаешь, я вообще люблю, как бы, я стараюсь, ну, как бы, когда вот даже ходим в зал играть, там, с друзьями хожу играть, я никогда ни в воротах не играю, я не люблю, честно. Даже когда мне, если мне говорят, Макс, встань в ворота, я, ну, ну, как бы, на любительском уровне я не чувствую кайфа в воротах, знаешь, потому что, ну, я люблю подвигаться, побегать, позабивать, знаешь, ну, потому что, ну, в моей профессии, в персонале, я не могу этого сделать, а, ну, а тут выходишь, там, в обводочку пойти удалить, это, блин, это то. Но, тем не менее, у тебя в карьере был один очень крутой гол, от ворот до ворот, матч против Фурцопа. Да, я вообще хотел голевую отдать, как бы, так получилось просто, это еще, ну, там, Макс Авостиков помог, я выбивал, я с 3 он убегает. От ворот выбивал, чтобы подробно все понимали. Да, 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 ну, мяч в руках, я хочу выбить, все, смотрю, он убегает один в один, я выбиваю, и, ну, вратарь выбежал, подстраховать, и он, ну, корпус вратарю поставил просто, чтобы он не добрался, и все, мяч закатился, блин, ну, вообще радость нам вообще переполняла его, потому что, ну, один-один играли, два-один выиграли, я победный забил, там, за 7 минут до конца, блин, вообще, столько радости было, ну, как бы, да, так запомнился мне этот гол. Твои родители не пытались себя, как-то, может быть, отговорить от того, чтобы уехать в Минск? Нет, нет, никогда. Пошли на встречу, то есть полностью тебя поддерживали? Конечно, я помню, еще, вот этот турнир прошел в Пинске, мне, получается, ну, тренера сказали, ну, хочешь играть в Минске? Я говорю, конечно, хочу, я пришел домой, у меня мама обрадовалась, там, папа обрадовался, там, дедушке, бабушке сказал, там, бабушкам всем сказал, дедушке, и, ну, они очень обрадовались, и, как бы, вообще, не были против, не говорили, там, вот, главное, учеба, там, это, но они были только за. По сути, у тебя в Пинске такой специализированной школы, вратарской именно школы, по сути, не было, правильно? Нет, нет. Все основные навыки игры вратаря ты уже получал в Академии Минского Динамо. Насколько тебе тяжело было учиться именно вратарском? Знаешь, мне не тяжело, мне это интересно было, как бы, я никогда не видел тренера вратарей, я только видел, вот, там, когда мячи подавал, там, вратари выходили их на разминки, это, я только вот там видел. Как бы, я учился, знаешь, эти, вот, ролики вводил ВКонтакте, там, вот эти вот, школа вратарей, я помню, у меня даже Милана была, там, ну, там тренер показывает, как падать, я там, даже, помню, на тренировке палки вот так в диагонали ложил, там, такие, как сетку вешать, у нас палки были, я ложил в диагональ, чтобы падать вот так, вот, мы там с вратарем, ну, там, все тренировались тренировались вот вратать самоучка получу да 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 мы так ну я смотрел я выбивать вообще не умел я вот тоже вот врата там спинска антон куратник вот сейчас и он меня учил убивать и помню ходили на запасное поле волны он меня там учил выбивать потому что я все время по низу выбивал по низу по низу и вот ну как то вот ушло шло с количеством у меня начало чуть получаться получается как бы такого что я там все там сразу понимал не было я как бы всегда горел что через работу через работу только не рассказывали то что местами у тебя даже были слезы когда-то что-то не получалось на тренировках уже в минском динамо когда тебе все это упражнение то есть так сильно переживал что где-то что-то не получается блин ну прям что в слезы я не помню такой хочу вспомнить такого нет нового балла расстраивалась расстраивался сильно помню когда вот у меня в дубль взяли только там лет 15-16 мне ничего не получалось вообще психовала думал скрип это тренировка уже закончила чтобы уехать ну кайф вообще не получала потому что хотел поскорей бы уехать там наш свой год вернуться чтобы ну с пацанами же там спокойно раскрепоститься потому что у меня там так мы для такой закрепощенный ходил вообще ну ни туда ни сюда не пойти не мог знаешь такой вот никого не знаю там все хотел поскорее бы эти сборы закончились уже ну знаешь сейчас такого не могу хотя жду этих сборов там чтобы знаешь тренироваться чтобы потом это повзрослее стал да тогда вообще не знаю ты переехал в минск впервые оказался вдали от родного дома от родителей что было самым тяжелым в первые годы самостоятельной жизни в общаге не знаю мне тяжело было я не знаю не было такого что домой хотела это мне все это нравилось умел готовить кушать то проблем не было не да там все мне как бы родители передавали ну вот я я каждый выходные почти домой ездил раньше не было у нас так вывну было считаю когда вот лицензирование было у нас там выходной по-любому был я всегда на один-два дня ездил ну домой и как бы мне там с собой собирали там это все в холодильник у нас подписывали там правда никто это на подписке тени смотрел там ели все брали все секторе но как бы еда всегда было но сам готовить умел да да ну я такой ленивый как бы на готовку на это все лучше пойду он там куда мы ездили белмаркет там возьму салата себе на развес и все нормально ты всегда отличался смелостью и решительностью одно из этих проявлений связано с наверно одним из таких самых грустных моментов твоей карьеры это тот самый золотой матч помнишь против шахтера 2016 год серия пенальти решающий удар и насколько я помню никто не решался ты вызвался туда идти к сожалению не получилось переграть про то я долго потом снился пенальти честно ходил тоже сейчас мужа жена там поддерживала видел да все еще будут моменты важнее там это но все равно знаешь так идешь и думаешь идешь и думаешь идешь и думаешь идешь и думаешь блин как и это как и ну такие вот мысли посещали потом как-то со временем понял что это футбол как бы таких моментов еще ну конечно дай бог чтоб их не было но все равно это футбол все 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 бывает здесь как бы не забил не забил все равно же время не отмотаешь назад как бы так смирился со временем как бы ну да было обидно очень и тем же летом ты попал на скамейку запасных матчах лиги европы побывала и в латвии и в ирландии и в сербии очень неплохо для вратаря 18 лет что вот запомнилось с тех матчей лиги европейской ну блин больше всего мне наверно то мы воеводин играли в сербии фанаты запомнились там очень понравились ну блин вообще круто было и вообще такое люблю значит а фанатское движение там чтоб все это там боечки там боечки она такой ажиотаж создается знаешь футбольный знаешь когда вот например играешь где-то там не болельщиков никого и такое как не знаю когда вот стадион шумит такое вот идет наш мурашки такие пробегают и ну тогда вот я почувствовал такое немножко большого футбола такого знаешь там блин и наших болельщиков было нормально так ну и сербских много вообще ну такой футбольный был этот день если я не ошибаюсь ты кстати по моему пару раз у тебя было такое что ты ходил на фанатский сектор еще когда был будучи воспитанником академии да да ходил я помню в матче с этими с кромкачами я пошел когда 4-1 проиграли да и все такие ну раша вещь домой фанаты а я завтра на тренировку я такой блин ну я сразу такой встал пригнулся думаю что никто не увидел знаешь что я там ну и как бы такой не самый лучший поход был на фанатский сектор да и матч тогда конечно хочется забыть твой дебют за миска динамо случился в части 2017 год понятное дело то что соперник может быть не самый рейтинговый может быть где-то все таки играла какая-то недооценка но тем не менее это был твой первый официальный матч за миска динамо немножко было волнение ну конечно было все таки как бы можно сказать дебютировал на взрослом уровне как бы ну было волнение еще помню за до палец выбит был я боялся что сейчас это повлияет там это и слава богу там я помню даже ваня новая прохаренко там с пустых ворот выбила я думаю слава богу как бы не хотелось пропускать в дебютном матче в кубке да и ну слава богу сыграли выиграли там 4 0 вроде бы да 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 прошли дальше насколько я помню тебя вот уже в пятнадцатом году начали привлекать тренировкам с основным составом и вот ты тогда работал в тандеме не в тандеме а в три у вас было гутер игнатович и молодой плотников как тебе помогали старшие твои товарищи саня гутера тоже был вратарь хорошего уровня сергей игнатович тоже у него были классные матчи насколько было комфортно с ними работать форма было с ними работать это ну как бы это такие вратарь я говорю попал на тренировку но я вот помню стая как переодевался там у нас отдельные корпуса переодеваюсь я думаю блин сейчас буду с гутером тренироваться я блин просто год назад смотрел там за альбургом серии пенальти по телевизору а то сейчас не буду тренироваться мою мою из ну сигнатом тоже думаю сейчас будет тренироваться человек лиги европы играл думаю блин такие эмоции были я честно за каждую тренировку думал сейчас будут цепляться потому что может быть как последняя моя тренировка как бы на каждой тренировке доказать ты мне что-то не получилось и думаю ну все наверное сейчас посмотришь что они там не словил и все сейчас отправят это ну блин спасибо этом вуку и ну васе хомутовскому что как бы давали мне шансы тренироваться тренироваться что будьте что игнат ребята с хорошим чувством юра да 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 как они помогали осваиваться не подшучивали между собой там это ну и вася тогда тоже там но они все время у них там да да ну было как бы не знаю как сказать комфортно тренироваться знаешь там где-то улыбнешься где-то это знаешь не было такого что все время захмуренный ходил такой блин там это ну как бы бывало такое разве это посмеяться там но были такие моменты ты сыграл против части и совсем скоро тебя отдают в аренду в футболе клуб луч мне кажется это было определяющим решением в твоей карьере потому что после аренды у тебя она пошла вверх карьера что было тяжелым вот в то время другой клуб первая лига то уже серьезный уровень тоже не первенство дублеров как помогали осваиваться в команде ну слушая рада пришел честно этом кайфовал ну потому что я пришел этом знаешь там ошибку допустил дума сейчас будут типа горит там плен типа счет там все молчат и такой думаю ничего себе ну типа вместе с лучом случились твои первые медали во взрослом футболе и сразу чемпионские первая лига я знаю то что ты был на таком очень большом воодушевлении на таком моральном подъеме после того как как вы выполнили свою поставленную задачу конечно я помню мы играли в лиде и знаешь я смотрю но мы 2-0 ведем 1-0 ведем я так знаешь подсматриваю на болельщиков смотрят в телефоны или нет ну типа мы выходим высшую лигу и сотрю там ну вот рассоля там паша рассолька и он смотрит но смотрю так уже вижу там он так потрясается это думаю ну может кто-то кто-то проиграет там вроде бы торпеда минск там что сорша играла там или что они вот ничего играли и звучит финальный свисток я смотрю он несется на поле я уже понимаю что мы выходим высшую лигу и я тоже несусь уже знаешь там ну эмоции переполняют все ну и все равно ну как бы такой вот еще еще ярче эмоции мне были следующем матче когда мы с торпеда минском ну и играли и как бы это такой как чемпионский матч был потому что если мы проиграли мы не стали чемпионами а тут и стал чемпионом кажется ну да первая лига но все равно это как бы для меня это было большое достижение такие эмоции как бы мало таких у меня еще было в жизни вы выиграли первую лигу и сразу же высшая лига естественно опять таки это уже опять очередной дебют на новом уровне насколько тяжело оказалось для тебя на первых порах знакомства с высшей лиги ну слушай я первые первые не собрать первые шесть матчей то ли то ли 7 я сидел на скамейке запасных и когда вот мой был дебют из днепро могилевский и сухарь сразу же и да и я понимаешь такой вот момент меня такого никогда в жизни не было даже вот я с той же частью играл до в дебюте мне не было такого я проснулся вот 9 утра а игра была в 6 то ли в 7 и меня уже руки тряслись честно я так боялся я думал блин я просто сегодня высшей лиги дебютирую мне так страшно было просто я думаю блин еще засну потому что ну как бы чтоб поспать знаешь что быстрее время прошло я так ну уже и в раздевалке и на разминке меня значит такой мандраж был просто никогда такого в жизни не было ну и все и слава богу знаешь мы выиграли там первом тайме забили а нет или то ли ну короче 20 выиграли до 20 выиграли и такие были очень хорошие эмоции не хотят еще на ноль сыграть и потом видишь получилось так я даминском еще 0 сыграть думал надо еще ну и знаешь потом слышу почти там на 82 то ли пропустили 82 минуте мы пропустили но все равно потом отыгрались 11 сыграли и думал блин сейчас 3 сухаря зацеплю не зацепила знаешь ну и потом вот уже не очень удачно пропускал почти в каждом матче но тем не менее в тебя верили да да ну не было такого момента что знаешь там смотришь на тренера но мне вообще в жизни такого не было я был в луче я был в торпеда я был но участке динамо не было такого тренера которому я не верил ну я не видел его глазах знаете полу типа ньну он не нравится там этот вратали то я не видел такого ни разу вот все три рады слава богу благодарю бога за это что все все тренера в меня верили знаешь ну и спасибо всем за это честно и это большой плюс 40 тогда от шахтера четыре мяча пропустил вольно было ну слушай знаешь был было больновато да потому что там вроде бы первого гола что-то не выбил потом угловой подали вот его разыграли и забили нам было обидно знаешь потом там выручил выручил 1 0 ведь ну первый тайм думаю ну сейчас мы отыграемся может еще зацепим выходим 48 минута там раз-раз-два-ноль я уже все думаю блин все точно уже а мы еще с красной карточкой 28 минуты там или 22 красная карточка ну я и сам понимаешь но это шахтер как бы это не первый серьезный опыт да 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 как бы так ты всегда говорил о том то что тебя была маленькая мечта сыграть на родном стадионе в пинске что-то испытал когда туда все-таки наконец-то приехал уже будучи игроком будучи профессионалом ну вижу моя мечта сбылась дважды я побывал там из торпедо белазом и с лучом как бы знаешь все там жаловались на поле типа но там ну там по сути реально для футбола это очень плохое поле там очень плохой это вот там лунинец и пинск рядом стоят по покрытию да да что-то похоже но для меня это все но я играл и получал удовольствие потому что я в детстве мечтал сыграть на этом стадионе я когда мы даже знаешь мячи подавали и в перерыве можно было по воротам побить мы с таким кайфом эти там 15 минут били там ворота но там знаешь били там я в воротах отбивал при соля наш такие мыслишки промелькнуть может какой-то тренер сейчас заметит там с другой команды там или с волны значит пригласят меня тренироваться и такие за детские мечты такие промелькали и как бы ну все-таки горю воплотились мы эти маленькие мечты вот сыграл два раза уже на стадионе было приятно ну и родственники пришли на два матча там все это там лишь еще так повезло у нас выходные знаешь там не надо никуда ехать спокойненько на автобусном или новый первый раз на автобусе второй раз там родители забрали спокойно домой заехал знаешь после игры короче хорошенько ты кайфанул да 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 ты перешел в жодино и так получилось то что сразу же пускай и ненадолго тебе удалось вытеснить владимира бушму серьезный вратарь по меркам чемпионата беларуси слушай я бы не сказал что я его вытеснил у него там дискомфорт что-то был с головой там это и но мне как бы по состоянию его здоровья мне дали шанс как бы я сыграл ну слава богу там да там проиграли городе и но вроде таких за что потом ошибок ничего не было этом вроде бы что-то помог знаешь там две игры выиграли в ничью сыграли там вот проиграли чисто городе и в кубке прошли ну и вот и витебску вылетели по пенальти как бы такого ничего не наварил как бы такого вроде бы ничего не выручил знаешь но как бы сыграл стабильно ничего такого а потом вову просто шанса не давал серию там 9 матч то ли и сколько он вот последний матч и только пропустил за все это время вот они там с брестом пропустила нет ну мы 20 проиграли и потом он десять игр на 0 9 9 игр на 0 и под с батет 2 2 сыграли без шансов ну знаешь ну как бы тренер всегда когда на ноль играет там какой тренер поставят вратаря другого если на ноль играет но это вообще сумасшедшие но как бы и я даже я травма правильно да да поэтому возможно случилось то что но в любом случае опыт жодинский оказался ли тебе очень полезным ну слушай знаешь как бы при всем этом коллективе в том же луче при тренерском штабе условия в жодино это просто для меня были я приехал с такими глазами как такие поля там стадион болельщики те же там ну честно кайфовала реально там даже тоже дорога каждый день там по 40 минут ездить туда-сюда плюс на метро там ну там сколько 30 минут на метро 40 минут на автобусе потом это обратно тоже там два часа времени в день ты убиваешь только на дорогу потом но все равно я кайфовал тренировок мне повезло с ну эдуард анатольевичем тучинский поработал это вообще топ-тренер ну для меня и ну и ну реально я на тренировках кайфовала я ни разу не было такого что я там вышел у меня маечка сухая было знаешь как бы и ну мне очень нравилось тренироваться ну в жодино и вот он твой долгожданный первый серьезный сезон в минском динамо сильно волновался когда тебе сказали то что ты выходишь на четверсиональный матч против слуцко честно было очень сильное волнение еще и тогда узнал что он у болельщики сбоку то я там это модель минск значит эта группа я зашел смотрю лин болельщики ходят в из бойкота давай все на сектор и я просто ну но выхожу туда на поле у меня еще страшнее поношенную сотру сколько болельщиков думаю блин главное не подвести но все-таки это ну минская динамо это блин топ-клуб но белоруссия считается и мой клуб знаешь я понимал к этот ответственность ну и слава богу вижу 2-0 выиграли как бы где-то удачи где-то игровые действия знаешь выиграли хороший дебют получился но в этом в этом сезоне матч в этом сезоне ты действительно команду спасал не раз выручал в сложных ситуациях выглядел неплохо то есть дебютный сезон все-таки в минском динамо для тебя назовем его дебютным выдался довольно неплохим ты сам собой доволен честно сказать я я я доволен этим сезоном как я провел я доволен да где-то были там ошибки эти но для того эти ошибки существуют чтоб их исправлять как бы будем работать над ними исправляться как бы но самим сезоном я доволен самое памятное событие этого года может быть сейф может быть игра в целом который доставил вот тебе максимум эмоций блин наверное эмоции все-таки бреста как мы выиграли да это вообще не передо словами было знаешь там как но брест там они вверх минут на первом месте идут там это приветственное поражение насчитали олсайдерами там знаешь там даже от этого там букмекеры там что-то это мы там вообще там вдали бы там то ли наш там 1 и 2 давали на брест она нас 10 там я думаю как на минска динамо могут 10 давай знаешь не дожди на узком дерби да и но мы знаешь мы забиваем пропусками были не удержали пропускаем то с нарушением правил было было делать наше главное что есть победа там как нарушение нарушение это дело судей и знаешь там наших болельщиков приехала хотелось их порадовать знаешь я в том момент был еще за женой смеялись но с меня знаешь там свисток звучит я к болельщикам поворачиваюсь знаешь и вот это вот ну знаешь столько радости было внутри думаю блин просто брестка динамо выиграли знаешь как бы крутая фотография была после того матча к тебе по моему крестную на игру приезжала она она сама с бреста она пришла просто ну как бы и вот фотография где стоишь ты со стороны поля она на трибуне и рядом стоит мужчина который там что-то кричит себе с таким лицом возлобленным помнишь это да я не помню что он там кричал под этим делом было я так на него даже не смотрел знаешь на что будешь сотреть он еще больше будет кричать и так это он потом что отошел и все так просто в кадр попал и кто-то хорошо кадр словил я очень хорошо запомнил твои глаза после финального свистка в борисове какой ты болью может быть подходил к сектору можно так назвать правильно блин знаешь у меня всегда после поражений знаешь все говорят там вот там болельщикам глазах я не могу смотреть глаза люди знаешь за тебя переживали за тебя болели а ты проиграл знаешь и как бы смотреть так глаза на них знаешь я не могу я всегда опущенный либо у меня там такой человек знаешь я ну такой человек просто я добродушный знаешь я не могу там так вот на зло смотри на это ну как бы такой вот я вот ну и как бы я подходила понимал что мы 0 3 понимаешь 0 3 ну как бы в дыру и в классика знаешь и ну мне больно было со мной внутри знаешь то что мы не смогли ничего показать но тем не менее вот во время того матча понятное дело то что ты весь в игре но тем не менее поддержка была сумасшедшая ты что я после того матча но я я сказал вот и жене сказал я сказал что у нас лучшие болельщики там даже тот брест то что там горят что давно но именно фанатский сектор на самый лучший они доказали этим в борисове ну ты видел сколько их было там видел я смотрел знаешь там даже откоснуться болельщиков там бресте как бы там такая молодежь больше у нас именно такая знаешь как как тебе объяснить блин ну в общем парни в школу школа да такая знаешь как это фанатская да 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 как бы не в обиду бресту тоже тому же потому что ну ну для меня после того матча реально я сказал что вот болельщики минского динамо я на самый лучший я еще помню вспоминается мне финал кубка когда там сектор то ли две тысячи было или сколько людей а тогда вот реально тоже мурашки промышленно ли так на первом таком большом матче ну для себя знаешь я так смотрю и просто как они начали заводить баннер растянули честно так кайфовал от этого ну сезон для себя завершился именно в борисове уже все 2019 год для тебя в прошлом теперь я думаю самое главное это не забавлять обороты и пахать пахать вперед 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 потому что все впереди и вот даже вот в этом году ты впервые попал в национальную сборную беларуси что творилось у тебя в голове когда ты узнал то что ты поедешь в главную команду страны блин честно я сразу блин национальную сборную знаешь у меня сразу такие мысли просто пять лет назад я в пинске сидел в пинске знаешь тренировался в пинске сейчас спустя пять лет мне взвод национальную сборную вообще мечтать даже такому нему я говорю я в этом там 13 14 лет я мечтал в пинской волне играть я думал блин хоть бы раз там сыграть в эту команду и то что я там с минского динамо приеду в сборную это вообще не мог поверить а до сих пор знаешь ну там жене говорю вики проблем ты вообще понимаешь что происходит я в минском динамо игра я в сборную вызвался для меня это вообще такое знаешь как бы до сих пор в голове это до сих пор бывает разговариваю значит что не усваивается мне в голове что такое возможно а а потом еще случилось сборную уэльса гарет бэйл вся крутая компания да знаешь тоже вот такой момент иду с автобуса с чемоданчиком знаешь глаза такой опущены все там не сказали что я играю все я знаешь такой настроен глаза подымаю смотрю бэйл знаешь так вот хотелось такими глазами на него смотреть знаешь вот так вот не отводя ну и думаю знаешь но тоже не как ну как бы не корректно знаешь мы сейчас ними играем я буду так смотреть но тогда глаза опустил тебя так прошел спокойненько это но все равно для меня его увидеть было плената тоже не передать словами это вообще кайф такой был какая цель у тебя в жизни вот именно если брать футбольную карьеру какая цель брен взять максимум как бы с футбола добиться много чего знаешь сюда мечтал стать чемпионом не знаю но стало там первой лиги значит сейчас хочется нет чемпионом но вышли лиги стать знаешь и так вот постепенно то есть я не хочу загадывать на будущее знаешь хочется этот сезон и сезону так идти 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 а там что будет то будет знаешь понятное дело что я не ну . много чего хочешь ничего не получишь так а надо вот из-за дня в день идти идти так что-то может получиться этой зимой в твоей жизни случилось пожалуй одно из самых важных событий и на данный момент случилась свадьба ваша с викой твоя супруга да знаешь я всегда вот я мы про встречались вот два года я уже хотел знаешь ну как бы с ней соединить уже все чтоб серьезней быть это не позволяли не позволяли финансы знаешь как бы сделать свадьба тоже у родителей просить деньги но я не такой я не могу там попросить сказать там дайте мне денег на свадьбу я сделаю свадьбу это хотелось самому заработать знаешь и так получилось сделал сам полностью ну не полностью одну что-то помогли знаешь там где-то наши когда ты делаешь свадьбу ты думаешь вот столько 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 надо а потом мелочь еще 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 и ты понимаешь не мама помогла тоже но знаешь там деньгами там ну с папой и получается издавался все делать ну старался до первоначально все делать сам этом но отложил там отпускные мне пришли это и и решился все таки думаю ну все надо делать предложение знаешь и сделал другого ответа я не ждал потому что но чувство к между нами знаешь как но я не знаю как это ну как любовь говорят знаешь куда до чувства сильные привязань сильно честно я реально, знаешь там езжу на сборы всегда думаю там о ней сейчас но о сыне своем думают знаешь потому что это но это не описаться, знаешь, там бывают даже тренировки, я думаю о них знаешь потому что ну мне надо ради них работать знаешь работать там тяжело бывает хочется знаешь упасть думаешь надо еще и еще и еще знаешь потому что у тебя там семья и ну вот так вот и как бы получилось сделал предложение сыграли свадьбу скромную ну и главное что знаешь я я знал что я там большую часть я дам знаешь на собирал на эту свадьбу все и сделал сам вот так вот наша семья появилась уже вот год будет скоро скоро да как-то не верится даже как вы познакомились познакомились мы через ее подружку там получается она выложила ее подружка фотографии наша общая подружка выложила фотографию и я вот помню точно вот знаешь меня момент был я такой все девочек все будут заниматься футболом знаешь это и на фотографии вылаживать и пленами так понравилось значит так хотел познакомиться я пишу что за девочка и но она мне такая типа вот ссылка это начали переписываться все погуляли конечно сразу знаешь такого только говорят любовь с первого взгляда не было так зацепила знаю что то что она такая скромная знаешь такая красивая такая знаешь настоящая такая вот и мне так это зацепило и все время я так не привязался я понял что она такая же как и я знаешь она такая скромная знаешь такая ну тихая девочка знаешь новые но мне ни разу не тихий ну местами нет знаешь я я не тихий с людьми которых но я знаю как бы она тоже такая как бы сказать ну да не скромная при мне она Она не скромная при друзьях своих, знаешь. Но она скромная в жизни, как я. Я увижу какого-то человека, я стесняюсь, потому что это новый для меня человек. Но она такая же, я увидел это в ней, знаешь, меня так это зацепило. И со временем, со временем нас там связали обстоятельства, мы с ней жить начали. Мне так, ну, знаешь, нравилось нам всё, мы привязались друг к другу. Знаешь, мы вот за всё время расстались с ней на одну ночь. И я понял, что всё, я без неё жить не могу. Ну, честно, вот, и мы там поругались, я вот к Максу Швецову пошел, переночевал, и все, и мы на следующее утро все помирились, и все, мы больше вообще не ругались. Так, чтобы мы расстались, там, знаешь, там люди расстаются, пускай там две недели, на месяц, на год, не было такого. Мы с ней ругаемся, 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 прошло 10 минут, мы помирились. Знаешь, у нас нет такого, ну, я понимаю, что это мой человек, знаешь, потому что, ну... Что интересно, Вика говорила то, что она не сразу хотела идти тогда с тобой гулять, первый раз, когда ты ей предложил. Она договорила. И ты был такой довольно стеснительный парень, что для меня лично оказалось небольшим таким открытием, потому что я думал, что в этом плане ты очень уверенный молодой человек. Да нет, да я говорю, я не стеснительный с теми, ну, с кем я, ну, уже как бы привязался, с тем общаюсь долго, знаешь, и... А так, с людьми, я вот, ну, понимаешь, если бы она была такая, знаешь, под зарядом, такая, ну, типа, давай, там, что, как дела, это... Она такая скромная, я знаю, что, я не буду ей, там, навязывать, а я там спрашиваю, ну, как там, какая тебе музыка нравится, знаешь, там, такой вот... У нас первый, ну, первый раз, когда мы гуляли, там, вообще у нас такие разговоры, какая тебе музыка нравится, знаешь, там... Ну, понятно, это... Ну, что же, чем ты занимаешься, там, ну, такие вот вопросы, там... Я вратарь. Да, ну, такое, знаешь, как бы было, а потом уже вот со временем мы узнали друг друга, все, я привык к ней, мы уже, ну, как бы, начали настоящее общение. Серьезные отношения тебя прилично изменили, вот как я помню тебя пять лет назад, каким ты стал сейчас, согласен с этим? Ну, да, я вот, как бы, такой человек, я говорю, с детства хотел, знаешь, серьезных отношений, я мечтал, чтобы, знаешь, мои отношения длились долго, и потом я, там, свадьба, и все, мы жили всю жизнь. Ну, так и получилось, вот, знаешь, так, вот у нас были долгие отношения, мы четыре года были вместе, и, ну, как бы, ну, я женился, знаешь, и все идет, дай Бог, хорошо, знаешь, и, как бы, я рад этому. Она, знаешь, от этого всех, ну, как бы, таких, знаешь, соблазнов все оттягивает семья, знаешь, я там даже где-то хочу куда-то пойти, но у меня, я знаю, что у меня жена ждет дома, потому что, ну, как бы, она еще такая, знаешь, она скромная, такая хорошая, знаешь, я не могу там ей сказать, все, я поехал туда, туда, ты, типа, сиди дома, потому что я знаю, она, она мне очень такая, знаешь, как бы, добрая-добрая, и мне хочется к ней, знаешь, меня тянет к ней. Ну, и так это вот, ну, я считаю, что в моей жизни это большой плюс, вот, реально. Ну, вы рано начали жить, совместная жизнь у вас началась довольно рано, и, насколько я знаю, ты, вот тебе, твоя зарплата футбольная была мало, ты вот настолько старался всё дать, вот, семью, так сказать, чтобы вы жили в достатке, что ты вот искал ещё какие-то параллельные источники заработка. Да, было такое, ну, как бы, знаешь, ну, всегда крутишься, там, этого, хочешь, там, больше, знаешь, ну, там, ты, любой человек, там, пусть у него, там, не знаю, там, 300 рублей, там, 500, 1000, там, больше, 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 хочет больше. Мне тоже хотелось, знаешь, я, там, получал, там, грубо говоря, столько-то, я хотел больше. Там даже было, я перешёл, ну, когда в Минске был, у меня была зарплата одна, я перешёл в Луч, у меня зарплата стала в 2,5 раза меньше. Я понимал, что, как бы, тут уже надо зарабатывать, у нас премиальные были 80 рублей, и, там, 20 рублей мне засухали было. Я понимал, что у меня надо зарабатывать, знаешь, и, так, когда не хватало, там, придут деньги, мы, так, знаешь, мы даже в секонд-хенд ходили, там, покупали вещи, и потом это перепродавали, ну, подороже, знаешь, и, как бы, ну, тоже такой, как мелкий достаток был, знаешь. Всё в сельё. Да, да, как бы, знаешь, там, раз, там, кофточку или что-то продали, оп, магазинчик пошли, знаешь, закупились, там, ну, такое вот было. Не было у меня таких моментов, знаешь, что я, там, сказал, у меня нет денег, всё, сидел. Ну, мы всё время крутили, что-то делали, знаешь, там, у меня жена тоже очень трудолюбивая, там, знаешь, у меня, вот я в Луч играл, она, там, подрабатывала, тоже, там, на, там, картошка-фри, ну, такие фудкорты, вот она там работала, тоже, ну, хороший заработок у неё был, ну, как бы, она тоже, знаешь, она там денежку получит, я помню, она мне даже отлаживала, она приносила что-то, ещё с этой части что-то отлаживала, и она мне подарила колонку, такую дебил, а я всё хотел, колонку, говорю, блин, так колонку хочу, так колонку хочу, и она мне подарила, блин, у меня такой восторг был, знаешь, и она такая, закрой глаза, я такой думаю, блин, сейчас как плюху даст мне какую, знаешь, или что-то, или что-то. было за что ну нет ну просто значит ну что мы сейчас влепит мне или что ты это знаешь я только игрит открывай я такой кровоглаза и там колонка на колонка не дешевый знаешь не такая не дешевая дюбелька и да я такой понимаю и знаешь мне такой восторг этому пленать мне реально вот это такая радость была сильная сразу подрубил там музонщика это ну вообще летом ты стал отцом что поменялось твоей жизни после рождения малыша еще раз все поменялось ну вот реально ребенок для меня это честно такая радость я после тренировок еду я с такими глаза на него смотрел знаешь уже сейчас подрос он улыбается же знаешь не такой же хорош и значит там наберет даже я повторюсь что что на тренировках тренируюсь нашими тяжело и я так вспоминаю его это лицо знаешь или понимаешь мне надо еще тренироваться потому что ну как бы он подрастет и он будет видеть ну я хочу знать чтобы он там пришел на стадион куча людей знаешь и но он видит твоего папа знаешь какой тут папа у него хорошего вратарь играют команде знаешь там с болельщиками знаешь и ну и хочется этого знаешь я понимаю что надо для этого но много усилий приложить пока вот есть время пока начнет понимать еще два-три года и у меня есть для этого научился пеленать памперсами сразу вот как только он родился я сразу же и памперс менял мне это наоборот интересно не было такого знаешь типа жене там меня и меня не было такого но я мне самому интересно было как это поменять знаешь там сейчас тоже меняю конечно жена делать большую часть ну знаешь но я стараюсь помогать не хотел бы чтобы сын пошел по твоим стопам и вы пока что об этом не думал хотел бы но я хотел бы чтобы нападающим был честно хочу чтобы все таки мы одного вратаря в семье хватит да да там буду ему это конец года очень тяжелый год у нас был непростой но он уже завершается поэтому смотрим с оптимизмом в 2020 год будем надеяться то что он нам принесет гораздо больше эмоций максим и у нас в завершении года сегодня 30 декабря для тебя есть очень крутая новость ты в этом году признавался несколько раз лучшим игроком месяца и сегодня мы рады сообщить то что вот завершилась наше голосование журналисты белоруссии работники клуба тренеры академии и естественно наши болельщики единогласно признали то что максим плотников стал лучшим игроком минского динамо в 2019 году ну спасибо хочу сказать этим всем людям то очень приятно честно для меня это тоже такое знаешь ступенька это достижение ну и напоследок наверное все хотели бы услышать от себя несколько слов в адрес наших дорогих любимых болельщиков которые нас весь год классно поддерживали несмотря на все трудные моменты эпизоды но я хочу сказать во первых большое вам спасибо за то что вы поддерживали нас весь сезон да было тяжело но вы были всегда с нами и спасибо вам за это и я хочу вам пожелать оставаться такими же офигенными болельщиками друзья а у нас для вас приготовлен конкурс новый год время праздника время подарков поэтому у вас есть шанс выиграть вот такой вот замечательный подарочный пак от нашего фан-шопа много классных подарков я думаю каждому из вас хотелось бы его выиграть и чтобы стать его обладателем нужно ответить правильно на вопрос кто сейчас является кумиром для максима плотникова друзья оставляйте свои ответы в комментарии под этим видео обязательно вот туда 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 ставьте лайки естественно чтобы больше людей посмотрел это классно интервью а итоги мы подведем уже после нового года в прямом эфире на нашей инстаграм-странице когда это будет мы потом попозже напишем в нашем телеграме так что друзья следите за нашими социальными сетями и еще раз хотелось бы поблагодарить всех и каждого кто был с нами в 2019 году любите динамо любите динамо больше побед и верим что в следующий год нам принесет гораздо больше эмоций смотрите динамо тв с наступающим